Добрый день! Сегодня мы создадим с вами серию внутри серии. Мы поговорим снова об архитектуре Одессы, однако у нас будет небольшой цикл роликов из трех штук, посвященных архитектуре модерна в Одессе. И самая первая тема – это влияние древнеегипетского искусства на архитектуру Одессы. Именно на улицах нашего города, как это ни парадоксально, мы можем увидеть с вами и лики фараонов, и сфинксов на крышах домов, и все это в архитектуре Одессы. Где же? Давайте с вами узнаем. И узнаем, какая же тайная символика хранится за этими удивительными образами. А давайте-ка зайдем с вами издалека. Дело в том, что на берегах Черного моря египетский культ распространился главным образом путем торговых сношений с Александрией, о существовании которых уже в сравнительно раннее время, третьем и втором столетии до Рождества Христова, свидетельствуют частые находки птолемейских монет на берегах Черного моря. И вот следы египетского культа, они были найдены в следующих местностях побережья Черного моря, на месте Одессы, на острове Змеиной, в Ольвии и в Крыму. Это были монеты босфорских царей с египетскими эмблемами, статуэтки и другие изображения египетских божеств. Вообще Черное побережье было частью античного мира, в которой религиозные взгляды египтян были довольно популярными, впрочем, как и вещи египетского культа. Ну, мы с вами перемещаемся из второго столетия до нашей эры, в девятнадцатое столетие, и перемещаемся мы в Одессу таки. В Одессе, в доме по улице Канатной 2, жил первый одесский коллекционер Иван Павлович Бларамберг. Его отличная коллекция египетских древностей была передана городу, и, собственно, она и явилась основой археологического музея. Сейчас гордость музея – это уникальный египетский кабинет, и наш город может похвастаться чуть ли не единственной в нашем регионе вот такой редкой коллекцией памятников древнего Египта, произведений искусства. Это статуэтки, саркофаги, разрисованные самыми мелкими узорами. Даже есть мумии, погребальный инвентарь, каменные плиты, фрагменты папирусов с иероглифами. Больше 800 предметов, которые рассказывают о культуре древних жителей долины Нила. Нужно сказать, что распространению элементов египетской культуры в XIX – начале XX века и появлению вот этих египетских как раз стилизаций очень способствовало масонство. Вольные каменщики пробуждали очень активный интерес к культуре этой древней цивилизации. В масонской символике важное место занимала пара – Осирис и Изида. И изображение и описание их было довольно-таки частым. В манускриптах, в трудах масонов египетские элементы стали появляться постепенно и в декоре зданий. На каких же зданиях в Одессе, построенных в стиле модерн, мы можем наблюдать древнеегипетские мотивы и символы? Например, по адресу Коблевская, 38-Б, на крыше доходного дома миллионера-коллекционера Александра Русова мы можем увидеть с вами настоящего сфинкса. Этот дом и парный рядом с ним запроектировал в 1907 году архитектор Леонид Чернигов. Здание имеет египетскую стилистику, является памятником архитектуры и входит в состав комплекса из двух зданий. Они так и называются. Это комплекс домов Русова по адресам Коблевская, 38-А и 38-Б. Итак, о сфинксе. Сфинксов в Одессе не так, чтобы очень много, но один из акротарионов притаился на доходном доме Русова на улице Коблевской. Он выглядит не особенно хорошо, ведь ему уже, как говорят, больше ста лет. Ну, а его зеркальная копия, увы, не сохранилась на сегодняшний день. Вообще, сфинксы – это интереснейший охранный архитектурный символ. Кроме защиты, тайны, мудрости, они служили еще и символом оккультных наук. Во времена Древнего Египта сформировалось представление, что фигуры сфинксов способны охранять пространство вокруг себя от злых духов. Поэтому небольшие статуи сфинксов устанавливали у входов в храмы и во дворец фараона в Древнем Египте. Ну, а великий сфинкс, расположенный в Гизе, на западном берегу Нила, – самая старая из сохранившихся на земле монументальных скульптур. Целиком статуя была освобождена от песка лишь в процессе реставрационных работ 1925-1936 годов под руководством Эмиля Бореза. Как этот, так и другие египетские сфинксы имеют тело льва. Наиболее распространенными являются андросфинксы, лица которых сделаны человеческими. Они часто изображали каких-то конкретных фараонов, в честь которых возводились. Наряду с ними в Древнем Египте можно встретить и иерака-сфинкса с головой сокола, в честь бога Гора, обычно изображаемого соколиной головой. А также криосфинкса с головой барана, в честь бога Амона. В целом же сфинкс – это классический символ тайны, молчания, бесстрашия, знания и воли, а также символ посвящения в тайные науки. Ну, а опуская взгляд чуть ниже, мы видим удивительное панно. Не все сохранились, но давайте рассмотрим внимательно сохранившееся панно на фасаде египетского дома Русова. О чем же оно нам рассказывает? Если присмотреться, мы видим каких-то двух борющихся людей, множество зрителей и один человек держит венок. Исходя из этого, я могу сказать, что навряд ли это сражение, скорее это спортивное состязание. Это сцена спортивной борьбы. Ведь рядом с борющимися человек держит венок будущего победителя. Общепризнано, что во времена царствования династии фараонов борьба достигла высочайшей культуры развития, и разные народы многое позаимствовали у египтян в области борьбы. Некоторые считают, что именно в Древнем Египте зародился этот вид спорта. Совершенствование техники, приобретение опыта происходило в состязательных схватках на праздниках. Кроме того, на определенном этапе тренировки в борьбе проводились и в военных школах. В период Нового Царства Египет вел частые войны, поэтому египтяне придавали борьбе, которая развивала силу и ловкость очень большое значение. Даже были специальные военные школы, которые назывались МАНФ, где обучали борьбе. В эпоху Нового Царства борьба устраивалась не только для фараонов и аристократии, но и как официальное представление для гостей, которые приехали из самых разных стран. По краям здания в верхней части мы видим маскароны фараона. Они довольно интересно стилизованы. Это стилизованная маска фараонов и прообразом их можно сказать, что выступали погребальные маски. Такие своеобразные изделия декоративно-прикладного искусства, которые делались иногда из драгоценных металлов или камней, которые клали при захоронении на лицо покойника перед погребением. Этот обычай был связан с культом предков и представлением о загробной жизни. В Древнем Египте, как известно по письменным источникам, маска служила для сохранения изображения умершего, обиталища или условия жизни его души. И в целом маска символизировала перерождение фараона в бессмертное существо. Ну а мы с вами в погоне за египетскими символами переходим на красивейшую улицу нашего города – Морозлиевскую, где встретимся с новыми египетскими образами в архитектуре модерна. Это Морозлиевская под номером 14А. Это доходный дом Мортона, который был построен в 1905 году по проекту архитектора Ленецкого. Первый этаж двухэтажного дома отделан рустом, который имитирует кладку из песчаника и известняка, материалов довольно традиционных для Египта. Чуть выше на фасаде можно увидеть варочные ниши картуш с портретом владельца в царском одеянии. Его стерегут парные сфинксы. В головных уборах с кобрами. Одной лапой они держат шар – символ солнца. Также сфинксы расположились в виде барельефов на уровне верхнего этажа, и они держат в своих лапах прекрасные цветы. Так вот, давайте расшифруем, что же обозначают эти символы. Начнем со сфинкса с шарами. Вообще масоны считали сфинксов символом мистерий и использовали их в своей архитектуре, рассматривая как стражи врат храма. Сфинга – это символ тайной загадки, которую предстоит разгадать. Сфинга – женского рода. Расположившись на горе, она убивала всякого, кто не разгадывал ее загадку. Чудовище – гибридный символ с телом льва, лицом и грудью женщины и поднятыми вверх крыльями орла. Каждая часть сфинкса несет самостоятельное значение. Голова говорит о знании, бока льва – о труде, когти – о смелости, о крылье – о полете мыслей и вдохновении. В целом же сфинга символизировала четыре добродетели – знание, смелость, валение и молчание. На головах сфинксов мы видим удивительные головные уборы – клафты. К древним символам царской власти относится головной убор – клафт-ушепти, который состоял из большого куска полосатой ткани – ленты и обруча с уреем – змеей. Поперечную сторону ткани клафта накладывали на лоб горизонтально, укрепляли лентой, сверху обручем со скульптурным изображением урея. Падающую сзади материю собирали и заматывали концами ленты, а боковые, опускающиеся на плечи стороны клафта, вырезали полукругами, чтобы спереди падали четкие прямые куски ткани. Уреус главное украшение клафта – это священная змея древних египтян, символ божьей царской власти. Узор уреуса украшал головной убор фараона. Украшал также короны фараонов, богов, использовался в декоративных фризах как амулет, как декоративный элемент одежды и разных предметов быта. Мы видим, что сандрики окон, обращаемся снова к фасаду, украшены по центру маскаронами, о символике которых мы уже говорили. Ну а верх сандриков декорирован скульптурными изображениями морд львов и свернувшихся на шарах змей. Это мощные защитные символы, которые защищают слабые мезопространства на здании, а именно окна. Давайте рассмотрим каждый из них по отдельности с точки зрения символики. Итак, лев. В древних восточных цивилизациях лев, как правило, всегда означал власть солнца или же кого-то из солнечных богов. Само имя фараона Хафра несет в себе имя солнечного бога Ра и означает подобный солнцу или воплощающий в себе солнце. Возможно, для древнего человека сама морда льва, окруженная пышной гривой, чем-то напоминала солнечный диск, испускающий во все стороны от себя золотистые лучи. Ну, как бы то ни было, солнечный символизм льва имеет очень глубокие корни и сохраняются и до нашего времени. Например, в астрологии зодиакальный знак льва считается обителю солнца. И это, несомненно, один из самых мощных защитных солярных символов. Похожая охранная символика у змей, свернувшихся на шарах. Как правило, в европейской культуре змея – это водный символ. Но здесь это не совсем так. Ведь у египтян пылающим глазом Ра считался урей – змей, который извергал огонь солнца. И изображался он чаще всего стоящим на хвосте. Так вот, он выступал символом божественности, царственности, двух уровней неба – восток и запад. А также верхнего и нижнего Египта. И символизировал он королевское величие, силу, свет, силу жизни и смерти, способность править и уничтожать врагов. Урей или кобра – это знак богини-охранительницы нижнего Египта Бутта, извергающий огонь, чтобы защитить тех, кто носит ее знак. А вместе с грифом, символом Верхнего Египта, изображена она обычно на двойной короне фараона. Бутта богиня-змея принимает облик кобры. А кобра – это символ высшей божественной царской мудрости, власти, знания и золота. Окультная традиция рассматривает урей как символ посвящения и сокровенной мудрости. В проходе во двор дома Мортона на сводах читаются барельефы с цветами лотоса. А также мы видим прекрасные лотосовидные капители на колоннах, украшенные крылатыми солнечными дисками. Удивительный символ – лотос. Наверное, самый любимый цветок древних египтян. Они обожали белоснежные и голубые лотосы. И называли его Сесен. Это символическое изображение цветка лотоса. И символизировал он Солнце и ежедневное возрождение. Подобные ассоциации возникают, если знать, как проходит день у цветка лотоса. Каждый вечер, когда Солнце скрывается за горизонтом, он закрывается и уходит под воду целиком. А каждое утро с рассветом расцветает вновь. Вообще, у египтян лотос обозначал огонь интеллекта, творение, плодородие, возрождение, бессмертие и царскую власть. И посвящен он был богу Гору. Про него говорили он из лотоса. Как атрибут Исиды он олицетворял плодородие, девственность и чистоту, мать-деву. Существует даже легенда, что именно из подобного большого лотоса в начале создания мира и явилось Солнце на небосклон. Еще один интереснейший символ Древнего Египта, который мы часто довольно можем увидеть на зданиях в Одессе, это крылатый солнечный диск. Мы видим его на множестве зданий. Во-первых, мы видим его в капителях дома Мортона, а также на фасадах жилых домов по адресам. На Нежинской, 66, на доходном доме Елены Косоговской и Марии Никитиной. Здание это было построено архитектором Ленецким, но авторство спорно, в 1903 году. Потом посмотрите очень красивые крылатые солнечные диски на Успенской, 72, известном как дом с драконами. Это четырехэтажный доходный дом Вурговта. И третье здание с удивительными крылатыми дисками – это Новосельского, 97, доходный дом Талисмана. Издревле считалось, что крылатое солнце – один из самых сильных оберегов от зла, который применялся в Древнем Египте. Его значение также происходит из легенд. Именно такую форму принял светлый бог Гор, чтобы оградить Египет от зла. Такой амулет нередко дополняют изображениями змей, которые размещаются по бокам от самого солнечного круга. Таким образом, изображается как сакральный смысл борьбы добра со злом и принцип мирового равновесия. И солнце в этом случае трактовалось как сам бог Гор – крылья, оберегающие его магию, а змеи – две части Египта. Еще интереснейшие древнеегипетские мотивы можно увидеть на жилом доме, который был создан по проекту архитектора Ленецкого в Пироговском переулке 6. В 1910-1912 годах. Посмотрите, это прекрасный лик фараона в традиционном головном уборе. И еще очень необычны колонны с классическими папирусовидными капителями. Вы знаете, что в Древнем Египте очень любили растительные мотивы изображать в архитектуре. И колонны были в виде полураскрытых или закрытых бутонов лотоса, а также в виде стеблей папируса, сложенных, либо в виде пальмовых листьев. Но нужно сказать, что самая настоящая египтомания в мировой архитектуре начинается еще немного позже. 4 ноября 1922 года археолог Говард Картер открывает первую каменную ступень, которая вела вниз к нетронутой ворами гробнице мальчика-фараона Туттанхамона, который правил всего 8 лет и умер в 1323 году до н.э. Через три недели в присутствии спонсора экспедиции лорда Карнарвона Картер сделал небольшой взлом в верхнем левом углу запечатанного дверного проема, который вел в гробницу и впервые увидел мерцание чудесных вещей, сваленных внутри. Он обнаружил, как он писал, везде блеск золота. И началось представление этих чудесных вещей публике. Газеты, журналы той поры пестрели многочисленными фотографиями находок. Это привело к тому, что в Европе, а чуть позже в Соединенных Штатах случилось самое настоящее помешательство, которое называлось Тутмания. Мода отреагировала на открытие гробницы практически мгновенно. Архитектура, интерьер, мебель откликнулся чуть позже, но тоже очень ярко. Кресла встали на львиные лапы. Сами цари зверей зашагали по подлокотникам или улеглись на них, так писали в прессе. Характеризуя египетский стиль, историк архитектуры Агюшуази писал, «Ни одно искусство не создавало столь простыми средствами такого впечатления подавляющей грандиозности». Наверное, это самые точные слова о модерне. А мы с вами двигаемся дальше и в следующий раз мы увидимся вновь, чтобы поговорить об архитектуре модерна в Одессе, но уже с другой стороны, с точки зрения технического прогресса и символов, которые ему сопутствовали. Ну а пока я благодарю вас за внимание и до новых встреч!